Эту прекрасную коллекцию вечерних нарядов цвета волны Наталья Михайлова назвала «С корабля на бал». Однако, по словам дизайнера, ей больше подходит девиз «С помойки на праздник». Концепция у нас состоит в изделиях с переработанного пластика. У нас есть корсеты, украшенные пластиковыми пакетами. Как пришла идея сделать? Идея нам пришла в том, что мы сортируем мусор, и все семьёй, роднёй увлекаемся сортировкой. И решили передать эту концепцию, что можно использовать это и в фэшн-индустрии. Это лишь одна из 11 коллекций, которые представили на четвёртом ежегодном этапе Всероссийского конкурса дизайнеров «Русский силуэт». Конкуренция между участниками этого года серьёзная, отмечают судьи. Одна из причин – чёткое следование трендам. Поэтому никакого оверсайза. Если в молодёжной одежде очень много сейчас таких полупрозрачных тканей, и идёт культ тела, да, и мы видим сейчас, как заполнены залы, и люди следят за собой, то в более взрослом возрасте, ну, конечно, эта тенденция, она не столь явно выражена. Из локальных конкурсных тенденций можно отметить традиционно русский стиль, выраженный коллекцией «Снегурочка» по мотивам одноимённой картины Зворыкина. Белый здесь смешан с оливковым. Суровый милитарь едва ли прослеживается в нежных женственных костюмах. Выдаёт военный стиль практичность. Это, если что, настоящая кожа, она практична, то есть можно плачь, использовать, сюда можно что-то положить спокойно, да. Вот, кстати, это как-то снегурочки из иллюстрации. Милитарь в целом был популярен среди модельеров. Чего только стоит одежда, где сумка выполнена в стиле бронежилета. А вот в коллекции под названием «2023» к военизированному стилю отнеслись маски из бижутерии, которые перекликаются с тактическими шлемами. Тишина, тишина, тихо, тихо, тихо. Геометрия с её причудливыми фигурами стала второй по популярности. Квадраты – это олицетворение загорающихся окон многоэтажек в тихое утреннее время. А вот изогнутая поверхность из гибкого стекла в другой коллекции отсылает зрителей к статуям, на которые ориентировался дизайнер. Из жизни диких кошек. Так называется коллекция, ставшая лучшей. Отрыв от другого дизайнера составил всего 0,2 балла. Поскольку разница невелика, на февральский финальный этап в Москве поедут вдвоем. Даню Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.